Итак, всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы немножко отличить от тематики нашего канала и показать им кое-что интересное. А именно сделать небольшой обзор самого первого айфона, то есть айфона 2G, как его еще виноват в народе. Вот так он, собственно, выглядит. У него есть небольшая такая алюминиевая крышечка, закрывающая задний корпус. Довольно-таки приятный на ощупь. Имеется вот такая вот пластиковая панелька, закрывающая антенну. Кстати, довольно-таки, видите, она смятая сильно. Я на нем уже, собственно, и катался в инороликах, и на велике ронял его там, крышка откидывалась. Он и в воде тоннел, но в любом случае он довольно-таки хорошо работает по сей день. Ему уже ровно 9 лет, то есть он у меня живет с 2007 года. Да, это вообще было просто дикое невидание. Мне там знакомый по дикому блату подогнал, собственно, этот айфончик. Я им до сих пор пользуюсь. Давайте, собственно, его включим. Без долгих предисловий разблокируем. И сделаем небольшой обзорчик операционной системы. На данный момент на нем стоит операционная версия H3.1.3. Называлась она тогда еще iPhone OS. Как видно, что здесь имеет, собственно, подключение к сети Megafon. То есть и подключение к Wi-Fi. То есть и Wi-Fi модуль, и 2G модуль тоже вполне себе работает. Ну, давайте, собственно, что мы сделаем. Давайте войдем в браузер, посмотрим, как оно все это делает. У нас вообще ведет себя. Ну, конечно, подключение к веб-странице у нас происходит очень долго. И загрузка их, поскольку у нас, как сказать, веб-технологии развились довольно-таки сильно за последние 9 лет. Вот сейчас у нас 1 января 2016 года. Кстати, поздравляю всех с наступившим Новым Годом. Вот, то есть, ну, видно, что в ВКонтакте более-менее нормально грузится. Ну, это, конечно, мобильная версия, то есть даже не полная. И если вы захотите посидеть, скажем так, на экзамене или на сессии в Википедии, то вы, в принципе, даже в нее, скорее всего, не зайдете. Особенно без хорошего Wi-Fi соединения. Но в любом случае браузер работает. Тут, по-моему, даже работают вкладочки, как бы. Ну, это даже не вкладки, а скорее небольшой костр от вкладок, да. Но тогда это считалось очень довольно-таки крутой вещью. Вот. Собственно, ну, что такое смс-очки? Это понятное стандартное смс-сообщение. Тут даже показывать особо, как бы, нечего, да. То есть, обычные смс-очки, обычные тексты общения. Календарик, в принципе, тоже, да. То есть, вот, давайте на этом зациклиться не будем. Покажу вам, собственно, камеру. Камера у нас здесь установлена 2-мегапиксельная. То есть, без автофокуса. Даже на то время это считалось полнейшим пиздецом. То есть, это ни в коей мере нельзя назвать хорошей, даже примитивной камерой. Это вообще кусок просто гребаного дерьма. Но снимочки, в принципе, она делает довольно-таки неплохие. Да, вот. Сейчас я покажу. Особенно при хорошем освещении. То бишь, на таких вот конференциях, там, ВКонтакте, да, то есть, поскидывать свои фоточки и жизнь. Это вполне себе сойдет. То есть, вполне себе нормально. Вот. Но самое интересное, что по сей день, вот видите, как плавно все это дело пролистывает, то есть, масштабирует, все нормально, мультитач работает, да, вот так вот. Сейчас, конечно, уже никого совершенно не удивишь, да, но тогда это было просто вообще прям вау. Вот. Самое интересное, что до сих пор на некоторых вот Android-устройствах, да, на современных, вот это вот пролистывание, прокруточка работает менее плавно, чем на iPhone, гребаный ротого первого поколения, то есть, 2007 года. Вот это меня больше всего удивляет. То есть, видите, насколько вылизана операционная система. Я, конечно, ни в коем случае не собираюсь там восхвалять там iOS или Android, да, то есть, это уже другая тематика совершенно, вот. Но, собственно, факты говорят сами за себя. Приложение YouTube вообще не рабочее, то есть, если вы на него зайдете, то напишется, что плохое там использование API, то есть, вы не сможете, в принципе, запустить. Давайте лучше запустим приложение Погода, посмотрим. Так, ну, Погода у нас даже автоматически сразу Питер выбрался, то есть, все нормально. Видимо, автоматически поделяется геопозиция, и все нормально-таки выводится. Ну, даже до сих пор работает удивительно. Хорошо. Так, что у нас тут еще есть? Ну, Google карты, это понятно, карты, это сами... Само собой. Так, она даже определила мне, где я нахожусь, что ли? Так, окей. Я еще ни разу просто не запускал еще карты здесь, то есть, это я буквально на днях поставил чистую прошивочку на него. Вот, ну, в пределах, скажем, метров 500, оно поделило более-менее, как бы, нормально, да? То есть, ну, это по Wi-Fi все делается, то есть, да, или по 2G-модулю, честно говоря, не знаю. Ну, GPS-модуля здесь вообще нет в помине, то есть, он появится только в следующем поколении айфонов. Вот, ну, что такое диктофон, понятно, заметочки тоже, как бы, понятно, да, то есть, ничего здесь интересного нету. Будильничек, понятно, все дела. Ну, покажу вам единственное, что это, блядь, вот, 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 поиск просто вымораживает. Он даже тогда появился, он тогда еще бесил дико. Вот, и здесь он, сука, современных устройств тоже бесит. Я не знаю, кто им пользуется вообще, но, видимо, кто-то пользуется. Даже есть твик в приложении SIDI, который позволяет его еще убрать, этот поиск, он просто бесит. Давайте выберем какую-нибудь, скажем, песенку на воспроизведение, сделаем погромче. То есть, ну да, слышно, как бы, да, вот. Сейчас погромче сделаю. Перемотаю. То есть, музыка вполне себе адекватно воспроизводится. Если использовать какие-нибудь наушнички где-нибудь тут лежат, у меня далеко лежат, ладно, хрен с ними. Вот, миксы наушники до сих пор от него живы. Вот, вполне себе нормально тоже работают. Ну-ка, не из-за наушников, понятно, стандартная. То есть, музыку вполне себе нормально слушать. Все дела, все работает, наушники тоже работают. Ну, собственно, не об этом речь. Давайте я вам покажу более современные приложения, которые, собственно, у нас имеются здесь. А именно, скажем, вот это. Под названием Modern Comments and Storm. Это некий аналог, скажем, батлы или колды на мобильниках. Конечно, очень долго все это дело запускается, потому что тут процессор совершенно стоит неказистый. Но, 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 опять-таки, для 2007 года это было очень круто. То есть, такого вообще нигде не было. Ни на одном смартфоне. Вот, видите, даже видео проигрывается, да? То есть, можно кинцо смотреть. Ну, как бы понятно, что здесь не Full HD, да? Но ни на каком Full HD тогда еще речи, собственно, не шло. То есть, вполне себе такие небольшие фильмецы. Вполне можно нормально посмотреть какие-нибудь сериальчики. Нажмите на экран. Так, выберите. Я немножко в него поиграл, просто уже. Так, чисто для теста. Давайте продолжим. Собственно, пойдет сейчас у нас загрузочка. И заметьте, она на русском. То есть, эта игра очень старая. Ей просто какое-то бешеное, совершенно безумное количество лет, да? Сейчас сфокусируется камера. Что-то вообще нехорошо ведет. Ну, короче говоря, игра на русском. Вот видно, да? Вот и дизайн довольно-таки неплохой. И озвучка хорошая есть. То есть, эта игра, по-моему, вышла в 2008 году, чуть попозже. После релиза iPhone, после того, как там App Store официально открылся и так далее. Вот. Видите, довольно, в принципе, довольно даже быстро грузится. Ну, вот мы на каком-то вертолете десантируемся. Ну, по графончику, конечно, тут совершенно полный пиздец. Но! Но для того времени это было очень круто. То есть, это, по сути, Far Cry первый. Может, немножко похуже. Вот. То есть, видите, даже объемное текстурирование, как я понимаю, есть. Да, вот видите, песочек такой выглядит немножко объемным. Тени, то есть, от объектов имеются, как бы, ну, непонятно, что пререндерены, но все равно. То есть... То есть, ну, как считайте, как колда, да, такая упрощенная. То есть, можно бегать, соответственно, можно стрелять, там, и так далее. Но я, собственно, 20 подробностей не буду. FPS здесь около 20, она выдает. Может, 30, там, в редких случаях. Да, то есть, ну, понятно, что, конечно... Ну, на каких-нибудь парах скучных по типу философии или социологии, этот, ну, гуманитарный говне, это вполне себе милое дело поиграть в такую игрушку, то есть, чисто расслабляет. Давайте покажу вам приложение Dead Space. Это вообще, на мой взгляд, самое шедевральное приложение на... Первый айфончик на iOS 3.1.3. iPhone OS, вернее. Вот. Заметь, видите, экран, блядь, вот сколько ему лет? Он не имеет практически ни одной царапи. Ну, есть, конечно, грязь, когда-то понятно, но... Вот он имеет только один вот скольчик вот здесь, вот небольшая такая, вот видите, какая-то херня, короче, это скольчик. Я отключаю просто на силовом кармане, поэтому он немножечко покосался. То есть, экран, это просто, блядь, неубиваемая хуйта, и не знаю, с чего он сделал, с криптонитом, может быть, но это просто полный пиздец. Очень крутая штука. Я с ним обращался очень жестоко, то есть, там и падали, и ролики, и скейты, где только я, собственно, его не ронял. Вот видите, сейчас тоже долбануло, как бы, об экране, да, вот. Ему, в принципе, все равно. Действительно, что они не работают кольчейки громкости нижние, но так, в принципе, все нормально. Так, нам предлагают что-то, выбрать сложность. Давайте выберем, блядь, не на русском. Ну ладно, берем normal. Ну, понятно, что русского риска ждать совершенно не стоит, это какой год. То есть, там показывается такая вот, такой вот ролик. И, кстати, заметьте, это даже не ролик, это, по-моему, даже это real-time. Да, это в реальном времени рендерится. То есть, это реальный 3D-объект, это не пререндер. Это не какое-то кинцовое лицо, да, то есть, это, как бы, вот, видите, полноценная 3D-графика вот на, вот на таком айфоне. Серьезно, 2007 год, там у нас в то время были, насколько я помню, всякие HTC Touch Diamond, HTC Max 4G, на которых самое крутое приложение, это был такой лабиринтик, знаете, там шарик, короче, катал, да. А здесь, блядь, полноценные 3D, то есть, видите, да, это полноценные 3D-шутеры, на которых можно неплохо-то побивать время. Вот, ну, конечно, на лабиринтика тоже можно побивать время, но, блядь, ну, это все на пизде, в сто раз. Сейчас поигруется. Познакомимся поближе с игрой. Это довольно долгая игрушка, там она, по-моему, я проходил ее раньше, она часов где-то на 5-6, то есть на реального времени, да, и при этом она как бы не затянула, тут хороший сюжет. В App Store на тот момент она стоила, по-моему, там, что ли, 9 аж баксов. Ну, короче, какая-то безумная совершенно сумма, даже по тем временам, блядь. Вот, но, ну, короче, вот так вот ходить. То есть, видно, вот посмотрите, на эту графику я еще поближе даже сделаю. Вы посмотрите, блядь, это не на всех современных Android-устройствах, да, не на всех Windows-фонах есть такие игры, как вот на этом iPhone, ебаном первом. Посмотрите, вот даже вот тень от вентиляторов, насколько это все проработано, да. Ну, понятно, что это как бы не тень, это, скорее всего, текстурка просто вращающаяся, да, вот такая размылина немножечко, но, но это очень круто сделано, да. Видите, даже частички какие-то падают, да, вот грязь какая-то. Да хоря уже, господи, что это меня обучают-то. Первый раз, что ли, играем. Вот. Вот видите, такой вот как бы графончик, какие-то подсказочки всплывают. То есть, полноценный Dead Space, кто играл на компьютер, поймет прекрасно, о чем здесь речь. Вот такая вот хорошая игра, это шутерок, очень интересный. Вот, давайте вам покажу, что здесь еще есть. Покажу вам приложение напоследок, iBear. Ну, это уже классика. Вот, это одно из самых приложений первых, которые появились, в принципе, в App Store. Так, с именно таких вот развлекательного характера. Вот, оно симулирует пиво, и по наклону айфона пиво, вы видите, как бы наклоняется под определенным углом. Ну, то есть, ничего интересного здесь нет, но, как бы, тогда это было очень круто. Все такие, вау, пиво, значит, да, там озвучка, все дела, там, двигаешь айфон, там пиво наклоняется, все такие, вау, вау, как так, мол. Вот, ну, сейчас, конечно, это уже совсем примитивщина. Но тогда это было очень круто. Вот, и, собственно, покажу вам приложение еще, ай, как называется, ай-камера, что ли, ай-видеокамера. Это такая херня, которая позволяет записывать, собственно, видосики на встроенную камеру. Ну, насколько я помню, это полная параша, но давайте посмотрим. Сейчас немножко отведу его как-нибудь в сторону. Немножечко подержу на месте. Помню, какие-то видосы говняные записывают совершенно никчемные. Вот, сейчас вам покажу. Так, сохраняем видео. Ну, даже сохраняется долго, да, как бы, но... Я вот не совсем понимаю политику вот этой Apple в те времена. Ну, вот есть камера, да, ну, пусть даже 2 мегапикселя, пусть без автофокуса, да, как бы. Но почему не сделать запись видео? То есть, сейчас вам сейчас убедитесь сами. То есть, здесь во встроенном просмотрщике приложения, да, вот фотографии, вернее, есть возможность обрезки видео. То есть, есть поддержка видеоформатов. Почему не сделать было официально, это я не понимаю. Зачем вот делать приложения отдельные, ну, очень странно, короче говоря, Apple себя вели в то время. Они, собственно, сейчас странно себя ведут. А потом преподносят какую-то мелкую вот фиджу по типу записи видео, как, вау, это новая функция, там, это фишка нашего нового айфона, да, вот. Все прекрасно знают, как это работает, да, у них, как бы, вот. Вот, сейчас я вам покажу, собственно, видосик. Ну, здесь довольно-таки большая галерея у меня. Вот, уж наснимал. Странно все фотографии при сбросе прошивки. А, я, по-моему, там, резиденция копии, короче, восстановил. Ну, тут видите, совершенно, конечно, ни к чему на видеозапись, да, здесь это вообще просто какое-то слайд-шоу, вот это же видео назвать нельзя, да. То есть, видите, вот такой вот комп, как бы, да, там стоит. Вот. Но, собственно, давайте подытожим. Мы, по сути, имеем на руках, вот, вот самый первый айфон, да. Самое забавное, что вот этот айфон, он по характеристикам, вот, сильно уступает даже всем устройствам того времени, не говоря уже о современных. Но, если посмотреть вот на плавность перелистывания, далеко даже не на всех современных, вот, ну, самых дешевых, понятно, да, самых дешевых Android этих самых телефончиках, есть вот такое плавное пролистывание. То есть, нет на большинстве современных телефонов даже такого удобства, вот как вот здесь оно имеется. Понятно, что современная iOS-то полное говно, то есть, полностью переработан дизайн, не очень удобный в использовании, всякие политики и так далее. Это все понятно. Но вот в то время, вот это вот первое iOS, одни из первых, да, вот, релизов, они были очень крутыми, и, собственно, поэтому за ними выстраивались километровые очереди в App Store, то есть, в Apple Store. Все такие, вам, айфон, понятно, это уже был предмет престижа тогда. Но сейчас, конечно, уже нет, да, сейчас уже появились более современные, более хорошие телефоны. И более качественные, к слову. Вот, вот такой телефончик. Я думаю, лет через, блядь, 15-20 его можно какому-нибудь барыге продать, скажем, за довольно-таки приличную сумму, которую скупает такие раритетные вещи. Ну, и, конечно, у него состояние далеко не ахти, да, вот видно, что там всякие царапинки, да, там, сколы, не работает нижняя качелька громкости, то есть, громкость можно только увеличивать, нельзя уменьшать, но, в принципе, так, он вполне себе рабочий, да, то есть, он, я уверен, прослужит еще очень много лет, то есть, видите, да, вот тогда я покупал его, ну, сейчас на современный день, конечно, не переведешься, я, помню, покупал он за 20 тысяч рублей, тогда это довольно-таки большая была сумма, особенно, как бы, для школьника, какой я, собственно, являлся, я на него долго работал, и то мне знакомый еще, понятно, подогнал его, то есть, ну, вот, по большому блату. Так что, вот, такие вот дела, вот такой вот небольшой обзорчик. Так, надеюсь, оно вам, собственно, понравилось, возможно, кому-то это было интересно, то есть, познакомить с такими вот вещами старого образца. Так что, всем спасибо, до новых видео, до новых встреч.